А вот в плане лейнинга, да, то, что он делает, так скажем, на первом-третьем левеле, это мега сильно. Ну и команда Liquid. Не будем забывать, что совсем недавно Insenia в своем интервью затронул тему того, что они на Инту уже по очкам попали. И по факту этот сезон они будут отыгрывать, ну не то чтобы на пофиг, но, так скажем, немного расслабленно. То есть он прям такую фразу произнес, и тут стоит делать постоянно на эту ремарку. И потом не жаловаться, что Liquid где-то недоигрывают, играют не до конца, возможно, моментами. Но в целом 1.15, взирая даже на эти факторы, дает бот-бум. Вы же, друзья, не забывайте про промокод DPC3, он позволяет вам удвоить первый депозит в приложении. Скачать вы его можете по баннеру под трансляцией. Ну слушай, я вот тоже не уверен, насколько нужно им сейчас побеждать, нужно ли им ехать на Bally Major. По факту они прошли на International, и, соответственно, может есть смысл уже готовиться там, условно, к Риат Мастерс, также конкретно к International. То есть это очень важный турнир, тем более для Liquid. Ой, смотри, тут запахло либо ФБ, либо отжимом руны. Вени, конечно, на первом левеле нормальный герой, но гель всего лишь в одного Бонника. Ответка залетает, есть граната, дождь, со стороны Давай Ламы, это Ферст Блад, круто это остается Хакоди. Ну и боксы тоже можно размять немного. Он, конечно, способен там чатш качать, но убежать толком некуда, поэтому приходится звать Инсценю на помощь. Ну вот тебе и агрессивный герой, то есть Лич, да, который, ну, испокоен веков, считается сильным лейнером, это, соответственно, два каста, если у тебя есть, там, Джиггернаут, даже Фестис Войт, он может убивать. Плюс Бони Флетчер, которого ревортнули, который замедляет, у нас большое количество как раз-таки урона с руки. Ну и давай посмотрим, что интересно, да, как раз-таки можно отметить, что это Шатт идет у нас на оффлейн, и сейчас к нему должен прилететь, наверное, через портал Лич или Бони Флетчер. Ну тут знаешь, такая система сейчас, что я вот несколько раз смотрел в Юго-Восточной Азии, там, в Китайском регионе, как вообще обстоят дела со свапами. И тут дело в том, что если это свап, но у тебя линия сильнее, вот как сейчас, да, допустим, сделать какую-то перетяжку. Это может быть проблематично, в плане того, что тебе нужно дойти до этого портала, тебя там встречают, ты получаешь в лицо фростновую гранату, но здесь все не вышло из-под контроля. Ликвид все-таки поставили линии так, как нужно им. Но стоит отметить, да, что вот все, он уже второй левелапнул, первую пачку проблемную постоял, и должно быть ему немного полегче. А вот в миде заруба на тоненького максимально, здесь отзанчик уже на лоу хп. Там Плара Сайсин, конечно, пробивает его пси-блейдами. Так, из интересного, что хочется отметить. Ну, мне нравится, что Войт Спирит, да, входит в мета, то есть это теперь герой универсальный, имеет большое количество как раз-таки дэмэдж зато счет сотов, поэтому герой, можно сказать, воскрес. Хотя и раньше его, ну, плюс-минус, как-то, все равно так, пикали, но, опять-таки, лишь прям в супер таких вот редких ситуациях. А сейчас прям хоть как, да, можно взять, задрафтить, даже слепого открыть. Герой сильный, герой может наносить большое количество урона, он пиковит, залетает в бэксайд, ну, как любой другой, наверное, Спирит. Ну, вот тебе и попытка напасть от команды Ликвид, и здесь не позволила им как-то продамаживать Войта отсутствие второго левела у Веника. Статистика мидера, знаешь, такая, говорящая о том, что Адзантик может и засолить немного, одна сыгранная игра, ну, с каким КДА ярким, 16, и не столь результативной ниши на Стрейт-Намплайер Ассайсе. Ну, мы с тобой уже говорили, да, о том, что этот сезон для Ликвид, он такой минорный. И ты говоришь о том, что, возможно, им не обязательно ехать на мажор, я думаю, не попасть на мажор-то будет уж совсем тельтово, но, с другой стороны, тут не столь много для них конкуренции. Микки умерла, это все-таки у нас, есть еще один фраг со стороны бокса, пока что размен один в один, но позитивный, конечно, для Хастлер максимально. А я чувствую, что игра будет веселая, да, то есть, ну, максимально агрессивные драфты, на самом деле, как только Рэддиан получает ультимейты, да, то там и Лич как раз-таки вместе с Вайдом могут комбинировать, ну, плюс вот Спилит само по себе. Герой активный, как-никак он здесь свои фраги может найти. А у Ликвидов что? Есть имплавка, которая должна пофармить, а, в принципе, все остальные герои должны просто создать спейс. Ну, плюс-минус, ладно, я соглашусь, что Винд Рейнджер сейчас, опять-таки, тоже универсальный герой, который может бегать там, постоянно напрягать твои линии, находить, убивать соло-героев. Интересно, какой же у него будет билд? Недавно я видел, что покупают диффуза. Ну, и, конечно, классика, это когда ты просто покупаешь там 100 тысяч, сейчас ты, условно, стараешься выйти в Грипнир. А у нас еще один фраг погибает, Зоа, и Войка хорошо начинает. У нас Хастлер, но Инсения забирает все-таки как раз-таки того самого Клинса. Шат воевал с Томбой, но смог с этим делом справиться. Ну, Шат очень много заработал. Ну, ему, получается, и деньги за килл достались, и за Томбстоун он тоже голду получил. Все-таки кулдаун-то большой, да, у Тамбы, и над Гроби не будет целую минуту. Шат докачает, соответственно, левел до четвертого. И вообще вот такой, знаешь, Войт Спирит, вернее, Фестус Войт, прошу прощения, которому дали постоять и впитать соло-эксплуз первой пачки, которому достался соло-кил практически, он может добраться быстро до своей хроносферы. Как ты отметил, комбинет здесь есть. С чем? Да, да, тем более ты Шат играй, да, то есть игрок очень... Оп, ты на своем, ну, скажем, таксинотурном герое. Нападение на бонни-флэч, который только прилетел, ему очень больно, он пытается отъесться. Есть дополнительная хп-шка, но вот Инсейни начинает разбивать сурки. И будем ли динаить, потом динаить. Да, есть динаить Шаду, но Шаду может сейчас просто-напросто навешать нам Веномансер. Еще одно нападение, и Бог сделал фраг. Я хотел к чему свести? Потому что у Шаду все-таки Веномансера линия не самая приятная. Опять-таки, герои, которые наносят периодический урон, они сильно котрят как раз-таки Фестус Вайда, он постоянно тебя тыкает, разбивает лицо, а ты что? Ну, можешь купить кольцо регенерации, хотя зачем оно тебе сейчас? Не совсем понятно. То есть, Battle of Fury собирается немножечко, но по-другому. 3-3 у нас на четвертой минуте, очень активно играет на сайд-линиях. Активность, ну, на самом деле, в первую очередь, конечно же, важна здесь для хастеров. Им вот начало, нужно не проиграть. Опять-таки, идти вардить эти кемпы для темп-арки, да, блокировать. То есть, какие-то такие опции обязательны. Ну, либо пойти за контекст этих потом. Такая вероятность тоже имеет свой спиритом с Личом, с Бонником. Довольно сильные сапы. Пока я бы не сказал, что Хастера и свои линии выигрывают. Темп-арка находится на фрифарме. Микки, невзирая на смерть, тоже топ-крипстат имеет. Ну, и там дальше вопрос по киллам. Пятая минута, бокси, нажимает чардж в хокоду. Здесь какой-либо помощи мы не видим. Бежит, конечно, Бонник, но он явно не поспевает. Килл достается в боксе. Приятно, знаешь, что такие сапы, которые стакуются вместе. У тебя есть, по сути, вот этот андаинг, который уменьшает силу врага, постоянно закидывает дикейми, может замедлить там бой. И просто в любой приятный момент ты на спирит брейкере жмешь ТП, и вы делаете легкий килл. Вот так и получилось. Ну, слушай, такая интересная перетяжка. Лич хотел выйти в спину и бить, скорее всего, вина Мансера. Но тут сразу оказался Бокси. Есть там Бан, нападение от Бокси, пошел хороший чардж, очень больно. Клинкзу, Клинкз, ну, это слабенький герой. Мало здоровья, он погибает. За шадом, наверное, смысла нет идти. 5-3, тысяча преимущества команды Ликвид, отличный старт. Вот сноубол уже начинается. Большая пачка под вышкой, как-то хочется и зафармить, и получить экспы. Но вот очень битый шад, который, если подойдет, да, может словить, как раз таки, чардж лицо. Ага, Бокси уходит на мид. Что там у нас на миде? Контроль рун. Сейчас, скорее всего, будет стычка. Вот спирит у нас такого уровня. То есть спирит пока что пятый. Помочь ли, что он, скорее всего, не сможет. Хакода подставляется. Еще, скорее всего, будет один фраг. Откидывается он новой. Бокси бит, и летит сюда у нас кто? А это Бонни Флетчер. Не доигрывает как-то саппорта у команды, как раз таки, хастлеров. По ощущениям, они то ли не успевают, то ли у них там не хватает левелов. В общем, они постоянно подставляются, не могут сделать первыми какое-то действие. И мы видим, что Ликит этим пользуется. Оп-оп-оп, полетел Бокси. Ну там шеста уже есть. Нет смысла. Разводить на какие-либо кнопки можно отъехать. Но в топе, если вкратце, что у нас произошло? Запушилась сильно пачка на Фестлас Войда. Поставили Томбу, отзонили его от экспы, щекилы какие-то зултали. Прекрасно. Я бы сказал, вообще кайф. И посмотрите, что у нас делает шат в данную секунду. Он топает прямиком до базы. Естественно, на шестой-седьмой минуте ты не особо желаешь этим заниматься. Плюс происходит битва за руны мудрости. Чужую хотят своровать Дайер. И свою, похоже, тоже Микки без проблем законтролит. Причина проста. У него есть дизейбл. Ты видишь Экла. И сюда даже не пойдет. Давай, Лама, дабы это как-то законтестить. А вот, кстати, и портал на топ. Возможно, здесь будет какая-то возня интересная. Бокси нажимает чардж просто на линию. Ну, портал никак себе не окупил. Абсолютно. Ну и по XP я в небольшом плюсе, ребята. Ну, хотя там в миде, кстати говоря, происходят активные действия. Просто пришел сюда хаккода второго левела. И они каким-то чудом нишу запинали. Причем ниша минуту назад взял руну щита. Очень сложный фраг. Каким-то чудесным образом смогли его сделать. Но мы не видели. Важно, что две руны мудрости забрали как раз-таки ликвид. Они хорошенечко так законтролили. Ну и, соответственно, по опыту они точно лидируют. Да и по золотам, видим, есть уже как минимум номинальная тысяча. У Микки. У Микки классика, да. Будут молнии. И он перемещается наверх. Ну, здесь Бонни Флетч, который без инвизы. Который просто оказался вне позиции. Да, контроли он там баллантюрунки забрал. Ничего страшного в том, что он погибает. Тем более выигрывает большое количество времени. То есть плюс золото, да. Минус X по... Что, попробовать с крипов? Ну, вряд ли получится. Два героя. Тем более там и дэмэджа много. А эти крипы, сатиры. У них ведь там по сколько уронов? Ну, по 22 там плюс-минус, да, в среднем. На боте нападение на золото. Блин, какая же активная игра у нас пошла. Прям сочно. Везде размены, какие-то сумбурные драки. Адзантик начинает доминировать на карте. Молодец, убил в миде темпларку. Переместился на бот. И летит Бокси. Успеет ли? Нет, скорее всего, летит Адзантик на базу. Зато можно выйти на шадо. Хотя бы попробовать развести его на какие-то кнопочки. Может быть, вдруг он поставит картосферу и тупо аут нажмет. Раз, Бокси пошел. Ну, это типичный башен. Это проплаченный, да? Дефолтный, дефолтный Бокси, скажем так, на своем излюбленном герое. На миде ниша. Ну, по вышкам хорошо работают ликви, да? В топе очень сильно просадили. На миде начинают давить. Так и есть. Ну, а для наших зрителей круто работают бонусы от Бэтбум. Вы способны ввести промокод DPC3 в приложение BB, предварительно скачав его, естественно, ну и удвоить свой первый депозит, что довольно кайфово. Ушел ниша у нас с линии просто качать лес. Это для него, ну, жизненно необходимо. В миде он сейчас не такой сильный. Девятая минута, кстати говоря. Но тут ничего интересного, кроме рун баунти, не появляется. Хотят свои лвла как-то реализовать хаслеры. Смог они вдавили. У них есть купол, на самом деле. И от Зантика седьмого уровня. То есть, по факту, они любой пиков на карте способны сделать. А если побежать в бот, то там целых два героя, довольно уязвимых. От такой агрессии на Боксе идеальный ревил. Просто принимает удары на себя, но тут баши. И они тебя уже не отпускают. Точно. Да, Боксе тоже погибнет. Вот печально, когда ты на сайпе вроде ревилишь, тратишь чардж, чтобы не погиб твой тиммейт. А там злосчастный баш от Войда, который просто не дает тебе уйти. Да, но фактически Боксе что пытался сделать? Он же Чарльз не в топ, не вниз, не в мида, никуда. Он хотел как раз таки стянуть на себя внимание. Но, знаешь, ну Вином Найсер такой герой, он очень уязвит, если на него могут вот прыгнуть. У него нет никакого эскейпа. Понятно дело, там вангардов никаких, как сейчас любят покупать оффлэйнеры не возьмешь. Ну и, соответственно, мы видим, что хороший был Смоук. Варды не успели, мне кажется, хороший поставить. А, подожди, нет, есть вард, отлично. Теперь видят Эншентов. И, в принципе, задумка-то неплохая. Хастлеры имеют геймплан. Нападение обменено от Зантика, он все еще живой. Боксик теперь подставляется. Боксик неприятно, больно, от Зантика разворачивается. Здесь Хокода без ультимейта, подходит сюда Клингс, начинает оризать. Ниша вне позиции, ниша очень больно, ниша погибает. Скорее всего, да, стоит там Ба. Очень много там зомбарей залитает, пауэршот. Ой-ой-ой-ой, как много дэмэджа от Микки. Микки делает фактически 2 кила. Боксик подвязывает. У нас здесь еще одного. Все, это Габелла для команды Хастлеров. Это будет, скорее всего, минус 4 в одного лишь нишу. И триплкил для Микки. Ну, какая же красота. 5500 на 10 минуте, мгновенно. И, по-моему, он привозит себе уже молнии, если я ничего не путаю. Да, молнии ему уже едут. То есть, ты представь, у тебя еще и шмотка не такая, типа, диффузов, а которая разгоняет тебя в плане фарма. Я думаю, что Микки такую игру отпускать уже точно не должен. Красота и показательный момент, что делает Томба. Если ты против Топстоуна задайвил, зашел, то будь добр оставаться до конца. На Микки еще раз нападение со стороны от Зантика. А что у него по степам, кстати? Его тут привязали. Ниша пытается пробить. И правильно все делает. Это Зантик все-таки тп в мид потратил. Астрал ремнантом. Притянули нишу немного. Наверное, это не столь страшно. Есть VR к поблизости. И в ботле была руна, которая позволяет тебе убежать мгновенно. Он ей воспользовался. Так, а у нас сетапчик такой на боте интересный. Ну, знаешь, я понимаю, что важно убить темп ларку. Хочется ей как раз-таки сбить темп. Это герой, который, ну, которого, словно, не трогают, да? Он покупает быстрый изолятор, там, блин, БКБ. Забирает Ашан, начинает доминировать. У нас нападение. Ну, давай ламу спевать поставить. Пока что пит. Есть ты пауз, успеет лип, башики, башики. Есть привязочка. Давайте смотрим. Подходит саппорту. Здесь хорошая картосфера. Можно кидать чайник. А чайника нет у Лича. Много дэмэджа. Пока что минус один, минус второй. Бокс погибает. Давай ламу забрали. Шат начинает резать по Заю. Заю неприятно. Микки здесь дерется. Есть ли у нас где-то от Занти, который перемещается? Может быть? Нет. И Микки нажимает тупаут. Есть ли чем сбить? Нету. Да уж, я хотел сказать, какая плохая ситуация была у Лича. В связи с тем, что, помнишь, да? Украли одну руну мудрости, вторую просто взяли у самих себя. За счет того, что у Эрки был стан, а Ундерлорда нет. И это могло бы сейчас зарешать, но нет. Все-таки до один Хастлера уже ныне выигрывают файт почистую. 1500. Ну и это можно назвать полноценным камбэком. Фастла свой теперь очень большой. 5,5 у него. Молнии тоже будут приобретаться в скором времени. Ну и кроме того, зяли корр выходит в Солар. И тут, кстати, бокс разгоняется. И до конца идти нельзя. Конечно, нельзя. В боксе, мне кажется, уже должен уяснить. Все-таки слишком он агрессивно играет. Бонни Флетчер не такой важный персонаж. Подожди, у нас происходит деварнинг. Есть инвиз уже у. Как раз-таки Бонника. А тут Верка, кстати. У него фокус файр что-то в кулдауне. Нет, можно схватить и просто саппорта убить довольно быстро. Молнии все-таки имеются. А тут Бонник оказался. А Виндранта уже в кулдауне. Микки, как же он задайвил. Чейнфро залетел тоже идеально. Адзантик уже во фланге. Нажимает Астрал, степ по двоим. Разрезает героев. Из-за огромной проблемы. Инсения на лу хп. Только Том Стоун замедляючи хотя бы как-то спасает этого героя. Но я думаю, что под дабл дэмэджем Адзантик может с ним разобраться. Вот замедление со стороны Бонника. Взяли корр. Идет до конца. Угненные стрелы летят. Замедление. Инсения не уходит никуда. Три килла. И похоже Хастлера. Если да, это был камбэк. То сейчас уже начало, значит, такой стабильной, хорошей игры. Единственный минус за все время этих файтов, которые выиграли D1 Хастлера. Ликвид сумели вышку в миде сплошить. Ну, это прикольно. Слышь, такая огненная игра. Но, опять-таки, вот были бы Ликвиды условно без Слатана Интернешнл. Конечно, они бы играли бы немножечко по-другому. Здесь они чувствуют. Вот я говорю, это может быть правильный подход, может быть неправильный подход. Они на расслабоне. Они кайфуют от этой игры. Они играют очень агрессивно. Да, допускают ошибки. Но, зато как зрителям, да, мне кажется, приятно смотреть на такую игру. И каждый день увидишь. Но, что есть, то есть. Не факт, что игра вообще закончится, знаешь, победой Ликвид. Коэффициент 8 был такой сладенький, манящий. Не знаю, кто-либо брал, нет. Но на форум, может быть, стоило закинуть. И давай посмотрим. У нас 14-ая минута. Клинкс. Пытается украсть руну. Стоит хорошая Сентря. Давай посмотрим. Ай-яй-яй-яй, не получилось перекликать. В общем, с огнем играет здесь Толикова. Ну, руны на 14 тоже много дают. Поэтому погибнуть за это стоило. А если ты руну не воруешь, то непонятно, что ты там, в принципе, был. Поэтому не страшно. Бокси разгоняется в мид. Просто отпушить пачку. По идее, у Баратрумы, кстати, много денег должно быть. В копии с тем, что он постоянно какие-то киллы... Ой, здесь ультимейтом. Каким-то чудом даже дотянулся. Он и киллы какие-то, да, может собирать на наглых клинкзах. Все-таки Клинкс немного похож на Инчу чем-то, да. Потому что он заходит постоянно, занимает опасные территории. Похож на БХ тем, что он ворует там руну у тебя из-под носа. А ты на паре просто увидел его где-то на Вижене. Разогнался, он мертв. Здесь же Хрона по Заю. Урона должно хватать с лихвой. Все-таки там молния или нет. Зай переживает. Слушай, ультимейт появится в скором времени. Но никто ни из тимейтов не делал с ФТП. Поэтому Шат оформляет минус. Подожди, подожди. Да уже перемещается. А успеют ли? Игры Киманда липит, но на Клинкзах точно погибает. У нас параллельная Инсения залетает. Клинкзу это минус. Клинк попробует пойти дальше, но хроносферы нет. Прилетает сюда Хакода. Очень опасно. Потому что сейчас могут и задавить. Хотя здесь уже и Андерлорд. А я помнишь, говорил, что на Виномансере не покупают вангард? Я ошибся. Есть вангард на Виномансере. Это шмотка, шмотка. Можно на любой тройке сейчас собрать. Без каких-либо проблем. В Ге есть у Давай-Ламы. Из которого он грейдит, кстати, Кримсенгвард для себя. Здесь это максимально крутой айтем. Так как бьются в 2 кора, по сути. Ну конечно. И сокращать эту физику кайф. Вообще, я тут плюсую. Сам подумаю. То есть темпларка. Ну, скажем так. У нее много дэмэджа. Отлички большие. Но тем не менее, это опция. Второй момент, что у Виндрейнджер как раз таки под ультимейтом. Там и так есть дебаф. Ну и соответственно, как пробивать. То есть за счет молнии в основном. В общем, этому артефакту здесь явно ставлю плюс. Задумался бы, наверное, еще над покупкой как раз таки одной Алибарды. Ну, Алибарды здесь кайф максимально. В какой-либо нажимаешь? Смотри, это что? Видишь? Видишь? И уже безайк просто на Лифарь Вангард. На Виндрейнджер. Я перваясь такое вижу. А Вангард здесь для чего, в первую очередь? Ну, есть просто арможды, которые хочется снять. Что еще такое крутое? Да непонятно. Но на самом деле заруба. И того самого клиника задушат пока довольно сильно. Имеется просвет. Он уничтожает его очень быстро. Но вот за Адзантиком дайвит. История прохладная. Все-таки два астралстепа. Халявный килл на томбе. Наверное, даже это круто. За томстоун относительно много дают. И ты на халяву сместился на базу. И портал, обрати внимание, вовремя нажатый. Позволяет уйти отсюда. Прочь на нижнюю линию. И давай ламок все-таки выживает. Но опять же, желаемого он не достигает. Хочется вышку в топе открыть. Они выходят. А на дворе уже 16 минута. Очень опасный муф. Представь себе, сейчас бы убили там как раз-таки Андерлорда. И это был бы сразу выход Рошана. Что ночь на дворе. Нападение в виде на Зая, который подставился. Ему очень больно, не приятно его притянули. Он пытается откинуться ультимейтом. Залетает Чаник. Зая все-таки забирают. Инсения пытается там на стак. Стоит в позиции. Вроде бы сзади находится Амикки. Но как драться сейчас Ликвид? Нет ресурсов. Уже потеряли вина мальчера. А Бокси знает, как драться. Нападение на Лича. Залетает Микки. Микки, будь аккуратен. Потому что здесь уже находится Клинкс. Подходит Амзантик. И Бокси куда-то залетает. Боже, что они творят? Куда они заходят? Причем Микки в моменте понял. Знаешь, когда он летел Шейкл, он уже понял, что надо развернуться. А у Бокси такой опции не было. Конечно. Не, он молодец, конечно. Но вот этот колл был максимально странный. Все-таки есть такое ощущение, что без Томбы заходить так далеко не стоит. Вот Тупстоуном окей можно. На секундочку Томбу там никто прям молниеносно быстро не ломает. И герои все медленные, которых можно в моменте остановить. У Микки Грейпнер крутая шмотка, так как вверх тоже да, у нас герой универсал все-таки. И я видел много пабликов, где просто вверх берет себе ранний вот этот Атос, так как он дает много статов и это все суммируется в дэмэдж. А тут у тебя и молнии прокают, ты обходишь щиты реча, ты обходишь вот этот ВГ Кримсон, о котором мы с тобой уже упомянули. Но в дальнейшем будет нули, Кузая. Правда, вопрос заключается в том, будет ли он жить вообще. Потому что обычно Харплей не разная, что Микка, либо Микка в старой мете, сейчас там Кримсон и Пайп, и тебя попробуй забери. Но здесь да, видишь, он отказался от этой идеи. Будет делать... Нет, просто Микку. Ну там же нормально. Да, максимально тоже такой терпильный билд. Ты как на стандартном охладнере купил Кримсон, дальше Грифсы. Мне не очень нравится на Веномальсере, но это вынужденная мера. Опять-таки, у команды Хаслеров много разного композитного урона. По сути, есть и магия, там старых рону кинул чайник, файр шторм. Ну, тот самый Вэдспирт, который сейчас плюс-минус, можно сказать, физически. Он и магически, конечно же, урон наносит. А Бан Флетчер с Солок Крестом... Ну, это классика. Вот я... Как ты часто встречаешься, я вот начал играть в матч в Вейкинге и заметил, что он входит в место. Герой неприятный. Герой, скажем так, потенциальный. И в целом, ну, по ощущениям, у нас коллектива уже начинает рейтить. О, и посмотри, какие коэффициенты. Да, да, да. Вот ты... А 4, 2, да, насколько я помню, был после драфтов. Ну, около того. Сейчас вдвое меньше. Дэвид на Ликвид. 1,45 на Д1, друзья. Можно поймать, но я не знаю, на кого. Решайте сами. Головное промокод DPC3 исполните. Как же Зай их обхитрил, обвел вокруг пальца-то, видел? Все нажали моментально вот это ТП в бот, в надежде поймать Веника, а Зай просто ушел ближе к своему терзателю. Здесь качается таки иншей. Необычно, да? Веник с этим нормально справляется. У него все-таки вот эти змейки замедляют его же пассивкой. Сейчас получит свой нетворс, которого ранее не хватало. Ну, а команда Ликвид сами разбивает смока, пойдут во вражеский лес, где имеется Давай-Лама. Самый плотный персонаж на карте. Убивать они его будут очень-очень долго, и я не уверен, что даже получится. Хотя разгон, бокси. Но своевременно, ведь Шмикки даже не побежал. Мог все ревизать через Виндрану, не стал этим заниматься, понимая, что подавая Ламе урона не хватит. Да никакой информации, по сути, нет у команды Ликвид. То есть они могли сейчас коммититься и попасть в Хэлл. Слушай, он так в ловушку, да? Хорошая хроносфера, плюс накрывает как раз-таки файшторм, там, чайником. Браться было бы сложно. План был такой. Ликвид идут на бот, соответственно, ходят враг, забирают вышку, день наступает, и они начинают бить Рошана, но не подставился никто, по сути дела, у команды Хаслеров. Соответственно, они просто пойдут забирать вышку. И вопрос в том, будут ли идти в Рошана сейчас Ликвид? Либо же они все-таки хотят какие-то мувы сначала предварительно попробовать намутить. Нет, Ликвид играет полномерно. Есть изолятор, соответственно, тайминг хороший. Вроде бы и у Мики Глебнир, да? Драться можно, я бы сказал, даже драться нужно. А вот у Хаслеров решение, на самом деле, непростое. Коммититься в Рошпит, либо же отдать Рошана, да, и забрать хотя бы Т2 в топе. Нет, точно. Против Томбы, вот так, знаешь, Т1, ну они же что могут сделать? Либо полететь на Андерлорде, хотя они это делают, смотри! По Томбу летят сюда целой толпой, возможно, это ошибка! Чардж подвоим, Хрона ставится сюда же, там Фаршторма, где же демодж? Демодж имеется. Забирать моментальную инсцению, нажимает байпбэк. Угибает еще и Мики, он без бая, Темпларка стоит в волейбарде. Все это время она не бьет, Ниша просто не наносит никакого урона. И похоже, он умрет вместе со своей командой. Только из Зая удалось портал уйти, никто за ним не полетит в ответ, но Нишу никуда не отпустят. Суммарно 4 фрага и байпбэк от Андайинга. И решение-то какое? Какой идеальный тайминг, знаешь, когда Рошан уже вот прям падал-падал-падал. По-моему, заканчивалась Томба, и здесь реализовать Купол получилось, ну, просто великолепно. Решение-то максимально алыновое. По сути дела, если бы как-то могли бы там задистриблить и зафоксить вайда, это была бы просто концовка игры для команды хастлеров. Но они вышли из положения, отличная охранная сфера от шата. Вообще крутая комбинация, как это было разыграно в макро. Очень, знаешь, такое решение очень сложно принять. Но, тем не менее, они смогли его сделать, и оно было правильно. Нападение у нас происходит на окровке. Какой шагал! По-двоим. Может быть, убьют как-то. Еще Терзатель там немного помог, на самом деле, Дурона. Не хватает банально. Ликвид, надо подкачаться хотя бы чуть-чуть. Но, с другой стороны, оппонентам помешали забрать этого Терзателя. Д1 стали под своим виженом. У них есть вся информация. В инсене нападать неохота. Он раздал там несколько двойных дикей. Лидер идеальный. Схватили Личак. Давай ламу тоже был пойман. И, скорее всего, два кила сделают, ребята. Однако, они максимально минорные. Мы с тобой понимаем, что Хастлера были в опасной зоне без купола. Они драться здесь 5 на 5, ну, никак не могли. Ну, ошибочка, тем не менее, от Хастлера. По всей вести потеряли еще и Хакоду. Но, это Лич. Суппорт пятая позиция. Да, неприятно. Или что? Нет, ну, Бокси должен добрать. Я уверен, сейчас все уже проплачено. Хакода дерется до конца. Пробует здесь как-то перемансить. Бокси бьет. Буквально через пару секунд уже будет у него как раз таки еще нечарж. Повис. Плюс, как раз таки, фросшилд. Как-то все дело пробить. Но, блядь, сюда бодифлетчер. Много дэмэджа. Бокси добирает, но и сам погибает. Какая же красота. Приходит Ниша. Если детекшн надо было нажимать перед смертью, если как раз таки бокси что-то было. Ты видел, Ниша прикольно хотел. Он хотел через стрепу, да. Через стрепу, ааа. Попасть теплаидом и добиться. Но, на самом деле, он мог просто ее взорвать. И этого урона хватило, скорее всего. Она же не дамажа пока не зарядится. А, ну, кстати, да. Ну, это, кстати говоря, ну реально, я об этом даже не подумал. Ты сказал, и я только после этого понял, что можно было бы в теории добить. Слушай, а мы кое-что еще не обсудили. Я не знаю просто механики. Ты знаешь, как Томба сейчас работает? Там появился дополнительный скилл. Ты можешь прятать тиммейта либо себя в нее на пару секунд буквально. И прикол заключается в том, что непонятно, можешь ли ты доставать из чего-то. Вот, допустим, из купола, если оппонент стоит на краю. Я вот этого, честно говоря, не знаю. Ну, вообще не должно такого, конечно же, быть. Скорее всего нет. Но, опять-таки, нужно затестить. Это как с телегой, помнишь, этого было кентавра. Ее только добавили, ты мог вытаскивать из блокола, а из купола не мог. А потом мы это пофиксили. Ну, я говорю, добавляют механику. И давай посмотрим, интересно, у нас как раз-таки факт. От кибера. Тастлеры лучшие в мире на турнирах от Valve по количеству убитых курьеров за матч. О, 3,05. В Европе даже двух курьеров с этим забирает только тундра. 2,3. В общем, они охотники, видимо, играют через Балтихантеров преимущественно. Либо же есть какой-то... Ну, я вот могу только, знаешь, Мэтью, да, по-моему, любитель как раз-таки подрезать курьерчиков. Рикимару, он там часто бегает на Балтихантере. Ну, интересно, потому что в целом надо смотреть, как это как раз-таки влияет на экономику. Нашли в боксе, нападение на него соло. Как же больно, как много демеджей. И уже превосходство у нас у Клин Детского. И дальше. А Купол-то есть. Но в кого ставить, непонятно. Он Сеню вроде и так заберут. Что там по остальным героям. Ну, Зай медленный. Мы с тобой уже обсудили, да, что Зай это такой... Герой у него, что не уйдешь. Если ты попал под атаку, либо твоя команда по этим побеждает, либо ты умираешь буквально за пару тычек. И обрасти внимание, вот команда с Вайдом без применения Купола выигрывает драку вообще в ноль. Ничего абсолютно не потерял. Ну, слушай, мне кажется, вот если нам дадут еще коэффициенты, такое ощущение, что Хастлера опасил нам этого игру выиграть. Я говорю так, потому что на самом деле глобальные тайминги у Ликвид уже как бы сзади. То есть, когда у тебя есть дизлятор как раз-таки Блинк, ты хочешь принять драку, забрать Рошана, да, дальше продолжить Сноубол, купить себе БКБ, ну, уже идти в сторону Highground. Смотри, какие в центре прям бешеные, да, 1,2 уже на... Как раз-таки Хастлеров, и 4,4 на Ликвид, ой-ой-ой-ой-ой. Можно рискнуть, конечно, но, мне кажется, вот, пик силы, на самом деле, у Ликвид уже позади. С другой стороны, Windranger не стоит недоооценивать. Она может добрать, она может спокойно убивать соло-героев. Но, опять-таки, вот уже, посмотри, вот уже с линькой, то есть, ты его не можешь зашеклить ультимейтом, убить. Окей. Есть Frost Shield, который сильно контрит по вис, Underlord. Ну, вот себе Митти, которого поймали и распополамили очень-очень быстро. Ты не забывай, пожалуйста, про такого героя, как Боник. Ничего себе. Которого сейчас на Творс примерно наравне с Веником. Ничего себе. Смотри, у него 0-5, это все равно сфера. Это еще один фраг на Зая. Все, вот тут Хастлеры. Мне кажется, неужели вот так просто? Хастлеры за, ну, словно, там, 2-6 минут смогут эту карту забрать. Ну, тавер-демочник весомый, если они до этого подрались. То есть, там, Далай-Лама с пассивки, да, может тоже неплохо нарезать. Боник стреляет уверенно. Пока что падает первая сторона. Будет размин, скорее всего, от ниши. Летит лич все это дело сетапить. Ну, тут грамотное решение от намплановки. Просто блинкаут. Проще потерять сторону, но сохранить свою жизнь. И, на самом деле, с появлением Веника можно попайтить. Все-таки купла оппонентов нет. Вы сохранили свой Том Стоун. А тут Бокси! Вот эта авария облетает. Том-четырех героев. Том Стоун ставится сюда же. Дикей под всем. Но Питов Малис и Шарт запрыгивает в это месиво. Ему нечего сделать. Мьёль, наверное, на нем. Бить его не хочется. Микки, скорее всего, тоже отправится на тот свет. Бокси, ты это все затеял. Тебе... В этом файте умирать последним, по всей видимости. Зай приходит. Он только-только рестнулся. Вот это самое обидное. Знаешь, ты сидишь в таверне, говоришь, мужики, ну чуть-чуть надо вот подержаться. Пять секунд буквально. Я рестнусь. А они умирают до твоего воскрешения. Это гудгейм. Победа. Команды D1 Hustler в дюбюте против коллектива Liquid. Которые на секундочку дважды катались на мажор. Дважды были в гранд-финале мажора. Причем Liquid-то сейчас без замены. Они с бокса катают. Ну слушай, сумасшедший тимфайт у хастлеров. Чтобы мы тут не говорили.